От языковой подготовки до уникальных материалов для диссертации аспиранту Вятского государственного гуманитарного университета Захару Шашину удалось побывать на стажировке в Китае. О своих открытиях в Поднебесной он рассказал нашему корреспонденту подробности в рубрике «Весть образования». Это что такое? Называется «Знакомство с чаем». Его нужно вдохнуть и согреть своим собственным дыханием. То же самое и с посудой. Гайванили в переводе с китайского «чашку с крышкой» нужно оживить. В Срединном государстве, по наблюдениям Захара, есть те, кто хранят древнюю традицию заваривания чая. Но напиток не для ценителей выращивается так же, как и во всем мире. А знатоков чая в Китае, считает он, не очень много. По сравнению с Россией их намного больше, чем в России. Но среднестатистический китаец, он чай очень уважает, чай очень любит, но не является большим знатоком этого чая. Обычно, вот как я наблюдал, чай – это небольшая роскошь, которая может позволить себе уже состоявшийся взрослый человек. Китай или Джунго – Срединное царство, как называют страну, сами китайцы. Попасть за пределы Великой Стены, надежно охраняющий покой империи, смог аспирант Вят ГГУ. В течение четырех месяцев он проходил стажировку в университете Янзы и собирал материалы для диссертации. Работа Кировчанина «Мистическое познание» связана с культурной и религиозной традицией Китая. Так, если верить истории, желтый император Хуан Ди заложил основу даотского мировоззрения и оно до сих пор живо в Китае. Сейчас это очень сильно уважается. И если приехать в даотские горы, где много даотских храмов, там огромное количество туристов, которыми всем этим интересуются, настоящие монахи, которые живут, постигают дам, занимаются боевыми искусствами. То, что мы видим в фильмах и то, что мы можем читать в книгах, оно живо по-настоящему. Вот это очень сильно вдохновляет и удивляет. Захару удалось побывать в горах Утай и Удан. Словно две стороны видали, они поражают необыкновенной красотой. Но первая – одна из четырех священных гор буддизма, где Захару удалось пообщаться с монахами. А последние – известные даотскими святынями. Именно там находится запретный город в небесах. Это обитель императора практически на небесах. На самой верхушке этой горы небольшая построена пагода из чистого золота, внутри которой горит огонь уже на протяжении более чем 600 лет. И несмотря на неблизкий и тяжелый путь до легендарной Удан, русского аспиранта тянуло к этим пагодам, монастырям и храмам. Первая знаменитая гора Поднебесной была колыбелью даосизма более тысячи лет. Вот в этих горах Удан, они считаются родиной некоторых даосских бессмертных. То есть, дальнейшая самая большая задача, которую может поставить перед собой даос, это обретение бессмертия. И сами горы по себе считаются, что в них жили и до сих пор живут некоторые бессмертные. По легендам, Удан Шань была и местом возникновения боевых искусств. Сейчас там находится Международная академия кунг-фу, где занимаются не только китайцы, но и европейцы. Захару Шашину довелось познакомиться с мастером Багуа Джан. Свои 87 лет он уложит на лопатки молодого парня. Правда, о своих полученных навыках Захар пока утаил. Кстати, боевым искусством и не только жители Поднебесной занимаются в любой удобный момент. Начиная с 7 утра в парке выходят люди, одетые в традиционную одежду. Мужчины практикуются в боевых искусствах, девушки танцуют. Когда Захар ехал в Китай, он хотел познакомиться и с другим искусством – китайской музыкой. Больше всего его привлекала флейта, и первое, что Захару предложили выучить, оказалось совсем не китайское произведение – неаполитанский танец. Как оказалось, и в парке можно подойти к любому умельцу и попросить научить вас, например, тайцзы, и вам не откажут. Как только ты говоришь, что тебе интересна культура, и называешь определенное количество имен, А у обычного китайца загораются глаза, и он тебе начинает показывать – вот это, вот это, вот это, вот это. То есть китайцы, я думаю, как и русские, очень-очень сильно любят свою культуру. И показать ее европейцу или не китайцу. Очень хотят. А тем более русскому человеку. Многие китайцы старшего поколения в юности изучали русский язык. Практически все могут сказать – хорошо, очень хорошо, здравствуйте. Они любят и советские песни – «Катюшу, подмосковные вечера». И на самом деле китайцы и русские гораздо ближе, чем может казаться. Если человек душевный, то есть он тебе друг, не имеет значения, китайец он или русский. Вот это для себя я очень хорошо открыл. А вообще, наверное, да, самое большое открытие, которое для меня произвел Китай – это, живя здесь, в России, я никогда не чувствовал себя настолько сильно носителем русской традиции, русским, самого себя русским. А Китай это позволил почувствовать, что я русский, и мне это нравится. Милана Поварницына, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.